Все здания детских садов в городе перешли на альтернативную систему отопления. То есть обогревать теперь можно, не дожидаясь, когда отопление включат во всем городе. Это позволило снизить уровень заболеваемости детей в переходный период. Успешно реализуют программы реконструкции межшкольных стадионов. В прошлом году завершен стадион 16-й школы. В 2020 году будут обустраивать стадион школы номер 7. Затем программу планируют распространить на 12-ю и 13-ю школы. Также глава города на пресс-конференции рассказал о строительстве и ремонте образовательных учреждений. 11-я в хорошем очень графике, как бы и по национальному проекту освоение с опережением идет. И мы думаем, что точно не позднее 1 сентября 2021 года, а думаем, что раньше она будет как бы сдана в эксплуатацию. Но там есть еще задача подъездных путей. Что касается 10-й школы, то очередной срок ее сдачи в февраль 2020 года. Также в этом году завершат строительство нового общежития САРФАТИ. Заложены деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства детского сада на 200 мест около третьего КПП. Ведем переговоры с Приволжским федеральным округом, с командованием, о том, чтобы они все-таки выполнили свои обещания по строительству детского сада на микрорайоне 21, когда наряду с предоставлением земли для строительства домов, а недавно они были введены, 301 квартира. На 2020 год заложено финансирование строительства дороги Лихачи-Суворова. Если ее сделают, расстояние до Нижнего Новгорода сократится еще на 6 километров. Также идет ремонт дороги до Первомайска. Запланирована реконструкция моста через Вичкин-ЗУ за третьим КПП. Мы ожидаем деньги на улицу Академика Негина. Тоже по СД у нас есть. И 48 миллионов мы заложили на 2020 год. По Симашке есть вопросы от жителей. Там организация выездов из дворов, правильного распределения полос, движение по полосам. Это тоже сейчас все будет оптимизироваться. На мой взгляд, дорога очень хорошая получилась. Полную видеозапись отчета главы города смотрите в эфире телеканала Саров-24 и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.